Добрый день! В этом видеоролике я вам расскажу про особенности выбора секционных ворот в гараж и продемонстрируем монтаж секционных ворот на объекте. Гараж у нас будет отапливаемый. Была выбрана панель толщиной 45 мм, что соответствует кирпичной кладке 60 см. К данным воротам у нас размер, ширина 5,150, высота 2,500. Нужно подобрать соответствующий электропривод. Переходим непосредственно к монтажу секционных ворот. Для заказа ворот нужно вызвать инженера, для того, чтобы он произвел замеры секционных ворот. Какие требования предъявляются для монтажа секционных ворот? Это расстояние слева-справа, так называемый заплечник. Притолка от края проема по высоте до потолка. Глубина вхождения ворот. Как правило, проемы имеют прямоугольную форму. Они должны быть отштукатурены, без наплыва штукатурного раствора. Если наплывы штукатурного раствора присутствуют, если есть возможность их лучше сбить и сделать плоскую поверхность, боковые заплечники и притолка должна быть в одной плоскости. Секционные ворота, они монтируются изнутри проема. Замер также производится изнутри проема. То есть нам нужна ширина чистого проема и высота чистого проема. Перед монтажом еще нужно четкое понимание нулевого пола, который будет впоследствии. Как правило, на объекте нет понимания чистого пола. Это обычно согласовывается с заказчиком. И при согласовании выставляется уровень чистого пола. Потом это заливается, делается стяжка, плитка. В настоящее время устанавливаем вертикальные направляющие. Они монтируются изнутри проема в накладку, как мы видим. По периметру вертикальных направляющих и нащельника идет двухлепестковый уплотнитель с ЭПДМ материала, который летом не отслаивается, зимой не трескается и защищает от сквозняков и поддуваний. Крепление вертикальных направляющих к проему производится в соответствии с материалом стен. В данном случае мы используем трехлепестковый распорный дюбель и соответствующий саморез к нему. Крепление происходит через усиливающие уголки, которые дополнительно делают надежность крепления направляющих шин к проему. На данном этапе также монтируется нащельник, в который вставлена уплотнительная вставка с ЭПДМ материала, который служит дополнительной герметизацией проема. Следующий этап – установка горизонтальных направляющих. Горизонтальные направляющие, выполненные из оцинкованной стали, никаких пластмассных соединений здесь нет. Также между собой горизонтальные направляющие связываются мерной планкой. Мерная планка помогает придать жесткость конструкции, и чтобы конструкция не люфтила. Горизонтальные направляющие монтируются к вертикальным направляющим при помощи винтового соединения. Желательно, чтобы вертикальные направляющие и горизонтальные направляющие были выполнены из оцинкованной стали. Это придает дополнительную жесткость, надежность антикоррозийного свойства направляющих шин. Торсионный узел компенсирует массу полотна и отвечает за легкое и удобное открытие-закрытие секционных ворот. Производим крепление торсионного узла. Что входит в состав торсионного узла? Это в данном случае четыре торсионные пружины, соединительная муфта, крейштейны для крепления к проему. Также два барабана для намотки тросов. В торсионном узле выполнена функция защиты при поломке пружины. Так называемая краповая муфта. На воротах свыше четырех метров шириной, как в данном случае, используются два кронштейна крепления. Это способствует удобству монтажа, непровисанию вала и надежному функционированию ворот в дальнейшем. Переходим к удалению защитной пленки с полотна секционных ворот. Желательно удалить пленку в течение недели. Переходим к установке полотна секционных ворот. Заранее на заводе-изготовителе прострелены отверстия для крепления соединительных кронштейнов и кронштейнов с роликами. Ролики используются с подшипниками закрытого типа, которые предотвращают попадание пыли, грязи в подшипник, что улучшает технические характеристики в дальнейшем в эксплуатации. В нижней панели секционных ворот установлена уплотнительная вставка, которая дополнительно делает герметизацию проема. Обратите внимание, что в нижней панели должны быть установлены упоры, которые препятствуют деформации уплотнительной вставки. Верхний ролик должен находиться в переднем узле секционных ворот для плавного подъема полотна ворот электропривода. При выборе ворот обратите внимание на какое количество циклов рассчитаны торсионные пружины. В нашем случае пружины рассчитаны на 25 тысяч циклов открывания-закрывания. Это примерно 17 лет работы при ежедневном использовании 4 раза в сутки. В нижней панели также сделали дополнительные отверстия на заводе для установки ручки. Нижний кронштейн мы соединяем с тросом, который был ранее установлен в торсионном узле и прикреплен к барабану. Количество оборотов пружины указано на шильдике секционных ворот. Согласно данной рекомендации завода, мы накручиваем количество оборотов. Торсионные пружины нам позволяют сбалансировать вес полотна. Это проверяется на одном метре поднятия полотна секционных ворот. Оно должно быть зафиксировано. Горизонтальные направляющие крепятся к потолку при помощи телескопических подвесов. Телескопические подвесы можно двигать в горизонтальном положении для того, чтобы найти удобное место для крепления к потолку. Обратите внимание, на воротах устанавливается усиливающий профиль. Он обеспечивает жесткость и стойкость к ветровым нагрузкам. У секционных ворот должна быть хорошая теплоизоляция. Как она может быть выполнена? В данном случае теплоизоляция достигается путем. Слева, справа, сверху идут уплотнители двухлепестковые с ИПД материала. В нижней панели установлена вставка с ИПД материала с двумя упорами регулируемыми. Бесшумная работа секционных ворот достигается путем установки роликов с подшипниками закрытого типа. Как мы видим, секционные ворота – это сложный механизм. В стандартной комплектации секционных ворот нужно предусмотреть защиту от поломки пружины и падения полотна, и защемления пальцев. Переходим к этапу установки электропривода для секционных ворот. Электропривод служит для автоматического поднятия и опускания секционных ворот. В комплект электропривода стандартно входит электропривод, рейка и кронштейн крепления рейки к полотну ворот. У нас используется высокоскоростной электропривод. При выборе электропривода необходимо обратить внимание на площадь ворот и высоту ворот. Электропривода в гаражной серии используются напряжением 220 вольт. Сам электропривод заканчивается вилкой для того, чтобы вы могли подвести питание и установить розетку. В воротах большой площади нужно использовать высокоинтенсивные привода для того, чтобы у вас были меньше теплопотери в зимнее время. В данный электропривод можно приписать неограниченное количество пультов. В некоторых электроприводах, как в данном, есть защитная функция. Остановка при появлении человека или препятствия под воротами. Если электропривод оснащен защитной функцией, нужно при монтаже проверить эту функцию. Каким образом? Нужно подставить стул, либо плечо, и ворота должны отъехать вверх. Ворота установлены, и для того, чтобы они вам прослужили долго, их нужно правильно эксплуатировать. Основные требования при введении в руководстве по эксплуатации. Основные рекомендации по уходу. Ворота протирать ветощью и неагрессивными моющими средствами. Секционные ворота нельзя оставлять в полуоткрытом, либо при открытом положении. Это приводит к напряжению пружин, что вследствие приводит к разблокировке. В зимний период секционные ворота, эксплуатацию, лучше начать с очистки снега, льда. Обратите внимание, какую гарантию предлагают производители секционных ворот. В качественных воротах гарантия 10 лет на отсутствие сквозной коррозии металлической обшивки панелей, стальных профилей, направляющих и подвеса, оцинкованной и нержавеющей фурнитуры. Также в целом на секционные ворота дается 2 года гарантии. Сервисное обслуживание рекомендуется проводить в специализированных организациях. Первое сервисное обслуживание рекомендуется провести через 3 месяца. Это обусловлено тем, что новые пружины дают усадку при своей эксплуатации. В дальнейшем сервисное обслуживание рекомендуется производить не реже одного раза в год.